Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Щербет, и сегодня у нас на рассмотрении многопользовательский онлайн-шутер Второй Мировой Войны. Вау. Так, ну... Вроде всё как обычно, но есть, конечно, некоторые характерные особенности этой игрушки. Вообще, игрушка на стадии бета-тестирования пока что на данный момент. Скоро будет релиз. Игрушка прикольная, сама по себе очень весёлая. Можно провести за ней некоторое время, несколько вечеров. Так, куда мы едем? Мы едем на захват. Сейчас вообще для начала расскажу о характерной особенности этой игрушки. Здесь можно подавать такие некие сигналы, призвать себе внимание. То есть, вы видите, например, едет какой-нибудь танк, или на велике чувак едет, а вы без транспорта, или вы новичок, обычный пехотинец, и у вас тем самым не достигнут нужный скилл, нужный навык, то есть вождение на том или ином транспорте, вам нужно доехать на место назначения. Вы свистанули ему, вот так вот. Не знаю, слышите ли вы это, но... Я не слышу. Ну, на букву Ф свистеть. Это очень прикольно сделано, кстати. Так, что еще? При входе в игру вам требуется выбрать за ту или иную фракцию, вы будете играть. Тут вообще доступна игра за Америку и за Германию. Мне очень непонятно, почему они не сделали Россию, ведь во второй мировой войне вообще главными противниками вообще-то, по-моему, были для Германии Россия, по-моему. Ну, конечно же, Америка тоже участвовала в войне, да и не только Америка. Так, сюда вот, пожалуй, высадимся. С меры прокачки игры, то есть с меры прохождения вашей, как бы, карьеры, там открываются некие навыки. Я на данный момент играю пехотинцем, а нет, хотя я уже достиг второго уровня, или как там это подразделяется. В общем, я даже достиг нужного скилла, и поэтому я уже могу ездить на том или ином транспорте, на колесах, по крайней мере. Но на танке пока что не могу. Но, но я могу садиться за орудие этого транспорта. То есть, если я увижу танк, я смогу сесть за пулемет, за пушку, но не смогу им управлять. Так, как я, мне залезть наверх, вот лестница, отлично. Я уже купил второй ствол, там пистолет-пулемет можно выбрать с меры прокачки. Там вообще все объясняется вам. Это вражеский. Вообще-то есть, да, точно, броня пробита, значит, по нему мне нужно стрелять. Ой. Обычно в этой игре... О, попал. Там, по-моему, все-таки сидит один чувак. Попробую... Да его достать. Удар слишком высок. Угол удара слишком высок. Такс. Ох ты. Чё это? Ой, злодей, злодей. Блин, мне надо вот лопату. Быстрее сюда вот его огрею сейчас по башке. Иди сюда, пожалуйста. Блин, странно, очень странно. Ну, вообще, по сути, сама игра трудная. Я бы не сказал то, что она из легких. Тут геймплей такой необычный. И это одна из характерных особенностей этой игрушки. И это не минус. Скорее, это отличает её от других игр. Так, я смогу попасть по нему? Вон там кто-то бежит. Или нет? Кажется, я не вижу никого. Ух ты. Так, ну попробуем занять место за оружием. Вот этим вот. Чувак, вези мне. Да, вот, точно. Если я повернул на колёски мышцы назад, то я смогу включить вид от третьего лица. Но не смогу при этом стрелять. Ой-ёй-ёй, по мне палят слева. Зараза. Странно, машина пропала почему-то. Но, ладно. Как я уже говорил, по мере прокачки игры вы сможете достигнуть того или иного скилла. Там, по-моему, доступен пехотинец, потом танкист, потом лютчик-истребитель, или десантник и разведчик. Вроде так. Странно. Я хочу за руль. Очень странно. Блин. Ладно. Тут, по-моему, ствол какой-то валялся. Я могу взять его. Фух. Ммм. Блин, я ещё никого не убил. Не, ну обычно... У меня тут... Человек 10-то за бой получается настрелять. Что-то какой-то... Сейчас полоса невезения. Так, что ещё? Я уже... Уже повторяюсь. Я успел купить пистолет-пулемёт, по-моему, орудие германского этих... Германии, короче. Ствол Германии, по-моему. Он так выглядит, по крайней мере. Я точно... Точные названия не знаю его, но всё-таки он у меня есть. Но я выбрал всё-таки винтовку. Я более люблю быть снайпером, нежели так идти напролом. Так, так, так. Вот только что свистнул я. Вот сейчас я слышал это. Во, зенитка. Здесь можно вдвоём сидеть? Нет? Сейчас проверим. Прыгай давай. А что у меня вообще здесь? А, граната. Странно. Обычно в таких играх второе оружие делают пистолет, но здесь дают гранату. Так. И, кстати, хотел заметить здесь довольно-таки дорогие оружия, довольно-таки дорогие модификации. Да, кстати, тут можно улучшать свой ствол, модифицировать, покупать другие патроны какие-то другого происхождения, другого рода. Они дают те или иные характеристики, повышают или наоборот понижают их. Ой! Аккуратно. Аккуратно. не, я по-любому не буду стрелять в самолет, что это такое? Ну, а сейчас меня убьет, зараза. Аккуратно. Ну, ладно. Друзья, вот такие вот дела, наверное, смысла нет дальше снимать, потому что я уже вроде все показал, все рассказал. На эти гранаты бросим. Хотя можно все-таки пострелять еще, наверное. Ну, на вельке съездил, все вроде показал. Гранату запустим. Да, кстати, тут это показывается. Путь гранаты, траектория ее точнее. Ну, вот такие дела. Спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, я рассказал все. Ну, кстати, я не показал еще меню этой игры. Но для того, чтобы показать меню, это придется там делать два видео, потому что это меню открывается в окне и настроить в полноэкранный режим никак не получится. Поэтому вот такое видео. Просто геймплей я показал. Ладно, спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам понравилась игра. Ссылочка на игру в описании под видео. Она распространяется в стиме, как Free2Play. Ну, все. До новых встреч, друзья. Пока-пока.